Теперь особенно важно активно поддерживать предпринимательское сообщество, заявил губернатор Виктор Басаргин. Для только что зарегистрированных предпринимателей глава региона предложил ввести налоговые каникулы, а также снизить ставки для некоторых предприятий. Мы хотим оказать поддержку малым предприятиям, уменьшив до 5% налоговые ставки налогоплательщикам, выбравшим объектом налогообложения доходы за вычетом расходов. И работающим в сфере научных исследований и разработок до 10% предприятиям, обрабатывающих производство, строительство, гостиниц и ресторанов. Еще более широкий список предпринимателей получит двухлетнюю отмену платы за налоговый патент. Для этого необходимо принять во втором чтении региональный закон о промышленной политике. В Прикамье также сохранили льготную ставку по налогу на прибыль. Напомню, бизнес отчисляет в казну региона лишь 13,5%, в то время как стандартная ставка в других регионах – 18%. Кроме того, промышленникам помогают привлекать дополнительные средства из бюджета страны на софинансирование проектов, связанных с импортозамещением. Формируется реестр приоритетных и критических с точки зрения импортозамещения видов продукции для включения в федеральные отраслевые списки по импортозамещению. 30 паспортов продукции по импортозамещению, производимой на 19 предприятиях края, уже направлены в Минпромторг. Губернатор заверил, прикамцев без работы не оставят. В регионе есть все необходимые ресурсы, чтобы помочь желающим пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, предоставить временные места работы, а также выплаты для открытия собственного дела. И еще один важный момент – с приками сохранили все ныне действующие меры социальной поддержки. Очень важно, что наряду с теми социальными гарантиями, которые декларировались, они сохраняются. Очень важно, что большое значение уделяется доходной части бюджета, это работе экономики, работе предприятий, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Комплекс мер по обеспечению устойчивости развития прикамья – не антикризисная программа, резюмировал Виктор Басаргин, а четкий план укрепления региональной экономики. Александра Михеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.